Начинаем. Начинаем. А сейчас мы с вами разводим еще и интересные заказы. Так, явные. Такие затраты производятся напрямую на вывоз заработки платы работникам, правительственным организациям, оплату деятельности, плату и транспортам. И явные. Средо, которое входит в расход на использование ресурсов владельцев, организаций, предусмотрен договорными обязательствами для явной оплаты. Постоянные. Это средства, которыми обеспечивают непрерывные производственные процессы. Переменные. Это издержки без проблем подвести сдачи и корректировки для сохранения того же уровня объема выпуска продуктов. Безвозвратные. Это особый вариант расход на недвижимых активах в плане взаимых производства безвозвратных. Такие виды расходов бывают в начале выпуска новой продукции или переоридации предприятия. Затраченные однажды, которые используются для вложения в другие процедуры. Третьи. Третьи. Это заразный затрат получаем в ходе расчетов, характеристующих вложения в каждую из этих процедур. Этот показатель способствует на образование товара. Предельные. Это максимальная сумма издержек, которую нельзя увеличивать за деятельность в дальнейшем вложении производства. И обращение. Это затраты на поставки товара, который происходит под свой страх. Также, где держится на два дела. Это постоянные издержки. Постоянные издержки. То есть основная характеристика постоянных издержек заключается в том, что они подпишутся и не изменяют в течение определенного периодичного времени. Так, в случае для предприятия, решившего повысить объема продукции, такие разошоды, которые не имеют отходки и издержки. К их числу можно отчетить, например, денежные издержки, например, коммунальные платежи, расходы на скидки, дания, арестная плата, заработка, санкции по сути и так далее. Еще важно знать, что при послушном издержке денег будет издержка, их лична будет уменьшаться прямо пропорционально-русного объема в процессе. Вот, где-то законоверство является установленным фактором. Помимо постоянных издержки, два дефиригента, естественно, это издержки зависит от изменений в количестве или объема выпускаемых изделий. К ним можно отчетить, например, это издержки, затраты, сырье, дельная плата. Также данные деньги и вложения напрямую связаны с объемом производства. Поэтому меняются в зависимости от планируемых параметров продукции. Если посмотреть, что же такое калькуляция сеть стоимости, то она позволяет вам расписать стоимость продукции и улучшать и отрезать затраты. Анализировать и осуществляет оптимальное и рациональное изменение в виде, планировать будущее предприятия. То есть любой товар мы можем купить, любого мы можем купить с помощью калькуляции. Различные виды бизнеса связаны с трассового рода затраты. Однако в любой предпринимательной категории существует два ключевых вида трассы затраты. Это прямые и косвенные затраты. Прямые и косвенные затраты. Так, прямые затраты. Это затраты, которые нам не будут связаны с производством продукции, доставлены в мире реализуемых предприятиях. И косвенные затраты. Это действительные затраты, получаемые из людей, которые сейчас предприятие в ходе его пенсионирования. Например, шага первая. Насчет своих гостей. Первое. Определение материальных затратов. То есть, заработная платка, это разрезы, и все подобные. Второе. Определение затрата оплаты. Третье. Опрестение косвенных отходов. Допустим, купить больше, как бы, цифровее материалов в подходе. Четвертое. Определение уходных отходов. В принципе, нам необходимо считать общие затраты. Теперь мы перейдем с наставкой ко второму вопросу. Это трассовые разрывы. Трансовые разрывы. Это временно возникающие предприятия и доставки. Необходимых лет боевременной и полной оплаты по инвестиционным отходам. То есть, кассовый разрывы. Это текущие, когда строки подвескновения денег на предприятии, и совпадают с сроками платежей. Какие присутствуют меры по предотвращению кассовых разрывов и планированию инвестиционных отходов? Это планирование бюджета расходов. Планирование бюджета доходов и подвескновения денег на трет. Контроль за заявку на платеж. По сравнению кассового плата. Наставление платежного календаря. И разработку критерий для определенной череда всего тишины. То есть, все эти меры помогут избежать как раз-таки кассовым разрывам. На сегодня консультант заканчивается. На новую модель субтитров 2. Думаю, что вы видите систему универа. Я их попал седом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok